Здравствуйте! Вы смотрите канал Сад для Души. Сегодня я с вами за кадром, а в кадре у нас будут необычные ретро-летники. Это те летники, которые мы из вас позабыли. Когда-то они были модными, их создали в полисадниках, а есть из них и те, которые встречаются просто редко в продаже. Сегодня я вас с ними познакомлю, но начну с тех, которые чаще встречаются и более-менее на слуху. С помощью этих летников вы сможете создать действительно неповторимый редкий цветник, при взгляде на который ваши гости будут изумлены, приятно удивлены и, конечно, станут просить семена. Итак, это турецкая гвоздика, некогда популярный двухлетник. Кстати, зацветает на второй год, а может быть даже и на третий продолжит свое существование. Это как повезет. У меня часто оставался и на третий год. Есть смесь окрасок, есть, вот обратите внимание, махровые семена. И есть, между прочим, карликовые, что очень удобно. Я использую ее в качестве бордюра. Затем вербена. Вербена тоже очень много видов. Есть, кстати, очень редкая вербена Буэнос-Айреская. Это интересное, высокое растение. И интересные у нее метелочки до полутора метров, такого фиолетово-сиреневого тона. Вербену мы сеем уже сейчас, в конце февраля. Затем гелиотроп. Чем интересен гелиотроп? Ну, прежде всего, ароматом. Кстати, время посева сейчас наступает. А в середине, в 20-х числах февраля, он интересен своим неповторимым ароматом. Я его высаживаю в горшочки и ставлю на террасе, потому что, ну, необыкновенно хочется вдыхать этот запах и дома. Кстати, дома все-таки он лучше растет там, где на него не попадает все время влага. А у меня был момент, я его сажала в дождливое лето, и все листья были больны с таким коричневым краем. Затем, матиола некогда популярная, встречалась почти в каждом саду. Это именно не левкой, а матиола, ночная фиалка. Кстати, кто ищет, вот опять же, ароматные летники для сада, вот посейте матиолу. Супер аромат, необыкновенный, весь сад благоухает. Дальше, сальпиглосис возвращается в наши сады. Сеять его лучше рассадным способом. Где-то в середине марта, около 60 см высотой, такие перламутровые соцветия. Портулак. Обожаю этот летник. Он невысокий, у него интересные листики, похожие на розмарин. И махровые цветы. Немножечко он подвержен черной ножке, поэтому сей его в торфяные таблетки. Посев произвожу в начале марта. Сею просто, вот ставлю, знаете, 5-6 таблеток и высеваю семена, вот как будто присаливаю. Не закрываю сверху почвой. Затем, цифалофлора ароматная, это ананасовая земляника называется. Интересные такие шарики, я уже, правда, рассказывала в сюжете про бессмертники. Они засыхают и остаются практически такого же тона. Дальше, мой любимый схизантус. Это необыкновенный однолетник. Посадив его однажды, вы будете сажать его практически всегда. У него каждый лепесток имеет внутри, как будто такое окошко, где разные цвета сочетаются. Похож на персидский ковер. Просто чудо. Его можно рассматривать бесконечно долго. Еще один мой любимый летник. Это мимелюс или губастик, его раньше называли. Кстати, в жизни он гораздо красивее, чем на этом фото. Это низкорослый, около 20 сантиметров высоту. Высевают его в середине-конце марта на рассаду. Чудо. Вот такие цветочки с вытянутой губой, за что он и получил название губастика. Если у кого-то еще есть место в саду для летников, обязательно посейте колокольчик. Это смесь окрасок, он махровый считается. Да, зацветает на второй год. А это двулетник. Вы получите незабываемое удовольствие. Цветы, правда, потрясающие. Крупные, красивые. Смесь сортов, смесь цветов, вернее. Ну, просто супер. Затем еще один интересный летник. Это Далихоз красный водопад. Гиацинтовые бобы по-другому называется. Это вьюн. Который сею на рассаду в 20-х числах апреля. Можно и в начале мая. А в торфяные горшочки, чтобы уже потом корни не тревожить и не пересаживать. Необыкновенно красиво. На арке смотрите. Я высаживаю на арку. И листва плетают арку. И подвес в обе стороны от арки, вот так параллельно земле, располагаются соцветия. Соцветия длинные, около 15 сантиметров. Такого, ну, сиренево-пурпурного тона. Очень также интересный летник. Редко встречается в садах. Еще один мой любимый летник. Делосперма. Звездная пыль. Но раньше назывался он мезембриантомом. Мне нравится смесь окрасок. Вы знаете, просто потрясающе. Это самый низкорослый летник. Около 10 сантиметров. Если вы найдете смесь, у него такие блестящие лепесточки с белой середкой обязательно. Есть розовые, фиолетовые, синие, красные. А сама листва у него очень тоже интересная. Выглядит так, как будто она все время в такой мелкой водяной пыли, скажем так. То есть, как будто вот только что опрыскали из пульверизатора. Очень достойный летник. Тоже высеваю на рассаду где-то в середине марта. Немножечко подвержен черной ножке, поэтому тоже сею в торфяные таблетки. Редкость Пилантес Биг Абу. Посмотрите, какая красота. Ну, необыкновенные, правда, цветы у него в виде таких, даже не знаю, метелочками нельзя назвать и цветами. В общем, посейте супер вещи. На рассаду в конце марта высевают. Высота у него около 30-40 сантиметров. Это вот для тех, кто хочет действительно посадить летники, которые не встречаются ни у кого. Затем еще один интересный летник. Это желтофиоль. Она вообще как двулетник идет, но двулетник она на юге, в наших подмосковных садах. Она как однолетник четкий, то есть не перезимовывает никогда. Интересные кустики до 40 сантиметров получаются вот с такими оранжевыми соцветиями. Тоже супер вещь. Нигде практически я не встречала ее. И смотрится бесподобно. Кстати, многие садоводы рассказывают, что те, кто ее сеют, что они забирают потом домой. И вот на окне она еще год у них радует себя. А вообще отдельные супер садоводы, у которых зелеными пальцами родились, они говорят, что каком-то растение выращивают. И на закуску я оставила для вас самый интересный летник, пожалуй, на мой взгляд. Это кальциолярия. У меня нет сейчас под рукой пакетика с семенами, поэтому я вам его подвину вот так вот, чтобы вы могли посмотреть. Его по-другому называют волшебной туфелькой. Но вы можете также ввести в поисковик и посмотреть. Около 15-20 сантиметров его высота. Разные сорта есть. Желтый с крапом есть. Вот сейчас увидела, кстати, когда готовилась к сюжету. Вот такой вот совершенно потрясающий сорт. Посмотрите, с розовым крапом. Но это же все покой теперь потерян. Это надо приобрести. Потому что это чудо. Особенность этого растения в том, что цветочки у него располагаются поверх зеленой массы. То есть они как бы такой шапочкой возвышаются. Давайте посмотрим, что еще есть. Посмотрите, какое чудо. Это, кстати, самый дорогой летник из тех, что я вам рассказывала. Около 100 рублей я встречала. Семена стоят. И далеко не везде они встречаются. Это довольно редкая вещь. Я когда его первый раз увидела, ну, я просто была в диком восторге. И теперь я его стараюсь сеять, если есть место. Очень он миниатюрный. Не превышает высота, повторюсь, 20 сантиметров. И может украсить и любой горшочек, небольшой кашпо, балконный ящик. В общем, все, что хотите. Подписывайтесь на канал. Вскоре я вам расскажу об интересных, экзотических сортах томатов, которые я заказала, несмотря на то, что к посадочному сезону по томатам я думала, что была укомплектована. С вами был канал Сад для души. Светлана Самойлова. Пока.